Лапти. В классе было холодно и тоскливо. Японец сидел за партой, поджав под себя посиневшие босые ноги. Его трюк и корчило. «Издохнуть можно!» – кряхтел японец, ляскалая зубами. У окна стоял купец. Надув толстые губы, он мрачно глядел на лицо, окутанную белесым туманом. За окном тихо кружились первые легкие снежинки. «Значит, и погулять нельзя!» – задумчиво бормотал купец. «И на толку нельзя сходить! Сегодня выпал первый снег, а шкидцы ходили все еще по-летнему. Босиком! Весной сапоги отобрали у ребят, обувь берегли к зиме. Но вот начались дожди, и, наконец, сегодня выпал снег. А сапог все еще не выдавали. «Ой, надо скулить, чтобы Викниксер сапоги выдал!» – решительно сказал купец. Но скулить не пришлось. Вечером за ужином Викниксон сообщил школе. «Ребята, наступили холода. Босиком гулять больше не разрешаю. Завтра привезут обувь, и вы ее получите». На другой день, рано утром, школьный эконом Иван Семенович уехал за обувью. Целый день сидели ребята на подоконниках, ждали его возвращения. В четвертом часу в воротах загрохотало. И во двор, покачиваясь, вкатился воз, нагруженный мешками. «Везут!» – прокатилось по школе. «Сапоги везут!» Ребята высыпали во двор, окружили телегу. Рвали с воза мешки, торопились таскать. В четверть часа все мешки были сложены в зале. На радостях никто не обратил внимания на то, что мешки были уж очень легкие, а сапоги в них как-то странно похрустывали. В зале собралась вся школа. Пришел Викниксон, оглядел в мешки и спросил эконома. «Сколько тут? 150 пар!» – сказал эконом. Шкидцы ахнули. «И еще 100 завтра!» – добавил эконом. Шкидцы закричали. «Ура! 250 пар на 60 человек!» «Вот так было!» «По две половины пары на человека!» «Хватит на два года!» «Высыпайте!» – сказал Викниксон, не обращая внимания на крики ребят. Иван Семенович развязал один мешок и, приподняв за концы, вытряхнул его. Ребята еще теснее сдвинулись, но тотчас отпрыгнули назад. Из мешка, шуршая и похрустывая, как клубок пауков, медленно вывалилась куча огромных неуклюжих лаптей. Шкидцы не верили своим глазам. Но вот Иван Семенович вытряхнул второй мешок, потом третий, и снова посыпались лапти. Ребята попятились назад. Уже никто не кричал «Ура!» Все испуганно молчали. А эконом все сыпал и сыпал лапти. И вот уже выросла огромная гора. «Вот и обувь!» – сказал Викниксон, нарушая тягостное молчание. «Вечером можете получить лапти». Это было осенью 1921 года. «К черту лапти!» – кричал епниц, стоя на парте. «Мы требуем человеческой обуви. Не будем позорить столицу погаными лаптяне». «Правильно!» – ревели старшеклассники и гремели крышками парт. «Пусть Викниксон сам носит лапти, а нам гони сапоги, шкицы!» – закричал Джапаридзе, скакивая на стол и в выступлении топая босыми ногами. «Не станем носить лапти, никто не надевает. Пусть в изолятор сажают. Мы не маленькие, нам стыдно в лаптях. Пусть лапти носят малыши, а нам подавай сапоги. «Даешь сапоги!» «Да, даешь!» – крикнул пронзительно Пантелеев. «Дадим клятву всем классам ходить босиком в знак протеста!» «Даешь клятву!» Все, кто был в классе, как один, подняли руки. Только Янкель, сидевший в углу, будто не слышал и, не поднимая головы, продолжал рисовать. Ребята переглянулись. «А ты что же?» – строго спросил Пантелеев. «Присоединяйся или нет?» «Им-м-м-м!» – задумчиво промычал Янкель, глядя в сторону. И не понять было, согласен или нет. Утром шкицы получали лапти. Заведовавшая гардеробом лимонная корочка, ругаясь с воспитанниками, выдавала портянки, онычу веревки для обмотки. Ребята, рассевшись на полу, примеряли лапти. Только из четвертого отделения никто не пришел за лаптями. В четвертом отделении на стенах были развешаны плакаты «Лапти от рыжка старого быта». Беспощадная война лаптям. Весь класс под предводительством японца хором распевал новую песню. Японец запевал. Шкицкий лед покрыт позором. По приказу Викниксора стали лапти обувать. И все, постукивая в такт крышками парт, хором подпевали. И, наверное, будем скоро, по приказу Викниксора, даже лаптям щи хлебать. Перед самым звонком в классе появился Янкель. Он незаметно вошел и стал пробираться к своей парте. Сначала ребята, увлекшись пением, не обратили внимания на странную походку Янкеля. Случайно японец взглянул на ноги Янкеля и остался стоять с раскрытым ртом и выторщенными глазами. Пение мгновенно оборвалось, и тогда в наступившей тишине стало слышно знакомое поскрипывание. Весь класс внимательно глядел на ноги Янкеля. Янкель был в лаптях. Застегнутый на средине класса, он остановился, переступая с ноги на ногу, словно пол был горячий. Ты что же, зловещий, спросил японец. Ничего. Потупившись, ответил Янкель. А клятва? Янкель взглянул на японца светлыми глазами. Янкель на минуту задумался. Какая клятва? Я не клялся, сказал он. Предатель! – заревел Пантелеев, сидевший всегда рядом с Янкелем, и стал выбрасывать из ящика свои книги на другую парту. Горбушки. Начались уроки. В классе было холодно. Ребята ежились, поджимали под себя ноги, ворчали. Только один Янкель беспечно болтал ногами, завернутыми в тряпки, словно нарочно выставляя их на показ. Вид у Янкеля был такой счастливый, что сидевший на соседней парте, Горбушка не выдержал и, наклонившись, тихо спросил. Тепло-то в лаптях, а? Что надо? Усмехал Янкель. Лучше, чем в сапогах. Горбушка больше не расспрашивал. Когда наступила большая перемена, Горбушка исчез. Вернулся он скоро, а под мышкой у него были лапти, завернутые в тряпки. Ребята только крякнули, видя, как Горбушка старательно заматывает ноги толстыми портянками. Кончились уроки. Те, кто получил лапти, уходили гулять. Только в четвертом отделении скучали бунтовщики. Янкель убрал книги, подтянул веревки на ногах и направился к дверям. Куда? Спросил Горбушка среди общей тишины. Гулять. Идем вместе, усмехнулся Горбушка. Нам можно. Мы в лаптях. Классом молча слушал их разговор. Злыми глазами следили ребята за сборами предателей. Когда те собрались уже уходить, вдруг поднялся Джапаридзе. И, не глядя на товарищей, сказал. Подождите меня. Я тоже пойду. И верно. Довольно трепаться. Вдруг загудел купец, вскакивая с места. Идем за лаптями. Дзе. И я. И я. Загорал Воробей и мамочка. Тут все, кто сидел за партами, повскакивали с мест и ринулись к двери. Класс опустел мгновенно. Гады! Крикнул им след японец. Предатели! Уныло добавил Пантелеев. Бунт кончился. Лапти надели все. Шкида преобразилась. Заскрепела, зашлепала огромными ногами. С непривычки ходить в лаптях было тяжело. Ноги зацеплялись одна за другую. Задевались за пороги, за косяки. Лица шкидцев украсились многоцветными фонарями от ушибов. Но все же это лучше, чем босые ноги. Только японец и Пантелеев не могли примириться с новой обувью. И не брали лаптей. Мы живем в век культуры. Ораторствовал японец. На другой день вечера мы стремимся к прогрессу. А нам дают лапти. Призренные лапти. Именно. Плевок прошлого, мучал Пантелеев. Бескультурия и косность. Дрянь. Деревенские отбросы. Барахло. В этот момент в класс вошел Викниксер. Пантелеев юркнул за парту и спрятал ноги. А японец, растерявшись, остался на середине комнаты. Увидев босые ноги японца, Викниксер нахмурился. Почему без обуви? Строго спросил он. Японец побледнел и испуганно залепетал. Я не успел получить марш в гардеробную, скомандовал Викниксер и обратился к классу. Вот что, ребята, бросьте фокусы. Кого увижу боссом, накажу. У кого еще нет лаптей? Спросил он, глядя на Пантелеева. На одну секунду Пантелеев замялся. Потом дрогнувшим голосом бодро выкрикнул. У всех. Все получили. После первой прогулки в новой обуви купец помрачнел и стал задумчив. Что с тобой, купа? Спрашивали ребята. Лапти жмут. Купец сперва отмалчивался, потом признался. Хреновая обувь. Тепло, ничего не говорю. Можно на толкучку ходить. А только если удирать от кого, нипочем не смыться в лаптях. На другой день перилкой он долго и старательно прилаживал лапти. И только тогда успокоился, когда лапти перестали хлябать. Тогда пошел на толкучку. На базаре ходил по рядам. Приценивался к перочинным ножам, к пугачу. После около одного лотка остановился. Копилками залюбовался. Правда, не нужны они купцу. Но больно красивы. Собачки, кошечки, бочонки. А торговец, видя, что парень любуется, товар расхваливать начал. Купи, век благодарить будешь. Денег скупишь. Трамвай купишь. Тут кто-то подошел к торговцу, тоже стал копилку выбирать. Купцу уйти бы. А он все на собачку смотрит. И не нужна. А занятная штука. И сам не знает, как, улучшив момент, смахнул собачку с лотка и пошел прочь, не спеша. Вдруг слышит голос сзади. Эй, торговец, держи мальчишку. Собачку-то он у тебя упер. Вздрогнул купец. Прыг в толпу и побежал. А сзади закричали. Засуетились. Который где? Держи. Вон бежит. Побежал купец, что из силы. Выскочил на набережную и к мосту. Сзади крики. Догонять. Лови. Держи. Уже догоняют совсем рядом. Несется стрелой купец. Сердце колотится. А сам думает. На кой собачку брал? Только засыпался. Добежать бы до моста. А там спасен. Быстро бежал. Крики. Иши стали. Видно, погоня отставала. Обрадовался. Вдруг что-то в ногах запуталось. Чуть не упал. Глянул на ноги. Похолодел. Это веревки от лаптей разболтались. И по ногам хлещут. А. Он еще. Трепыхается сзади. Как знамя. Чуть не заплакал. Выскочил на мост. На минутку присел. Лапоть подвязать. А совсем близко кто-то рявкнет. Ага. Попался. Рванулся купец вперед. Без памяти. Понесся как заяц. Скачками. Да зигзагами. И чувствует. Легко бежать стало. И уже погони не слыхать. Тогда за безворотню. Отдышался. Вздумал лапоть перевязать. А лаптя нет на ноге. Испугался купец. Нельзя в школу без лаптя показываться. И ноге холодно. Бросил проклятую гипсовую собачку в угол. Он учу кое-как замотал и вышел. А на улице сумерки. Потихоньку дошел обратно до моста. А нигде не видно лаптя. И вдруг смотрит. Лапоть валяется посреди дороги. На трамвайных рельсах. Обрадовался купец. Что все так благополучно кончается. Бежит к лаптю. Но в это время обгоняет купца трамвай. Купец даже не успел сообразить. Что случилось. Только и видел. Как что-то подпрыгнуло под колесами. Прогрохотал мимо трамвай. Подошел купец поближе. Смотрит. Лапоть на две половинки. Ровно разрезан. Поднял. Повертел половинки. Даже сложил зачем-то потом. Тяжело вздохнул. Бросил половинки в речку на лед. У дверей школы снял и второй лапоть. Бросил его вниз в пролет лестницы. Тихонько открыл окно уборное и полез. Из уборной прокрался в спальню. Разделся и лег. Вечером за ужином дежурный отрапортовал Викнерсону, что Кауфман заболел и лежит в кровати. После нахлопучки японец немедленно пошел за лаптями. Но получил лапти. Японец напокорился. Он ругал их при всяком удобном случае. И ругал самыми последними словами. И изливая на них весь яд презрения и злобы. Он издевался над лаптями. По привычке. Обобщая тему гораздо шире. Так что вместе с лаптями доставалась и лапотная Россия. И Руси. И изобретателю лаптей и даже догадливому делецу из их губана. Который надумал снабжать лаптями шкидо. И в это роковое утро, едва проснувшись, японец зевая, лениво выругался. Опять проклятые лапти обувать. Издевательство над человеком. Хмуро пробормотал Пантелеев, высовывая из-под одеяла красный нос. «Тирания!» – простонал японец, садясь на койки. Вздохнув, он пошарил рукой под кроватью, отыскивая лапти. Но лапти под руку не попадались. Нагнулся, поглядел, около койки лежали грязные портянки. Онучи, лаптей не было. «Что за черт? Ты что?» – спросил Пантелеев, удивленно глядя на вытянувшееся лицо японца. Японец не отвечал. Вспрыгнул на пол и исчез под койкой. Минуты две Пантелеев созерцал синие пятки товарища. Потом японец высунул красное, испуганное лицо и заорал. «Где лапти?» Все торопились одеваться. Никто не обратил внимания на крики японца, бегающего пальни. Только купец, сидевший на кровати, одевая лапти и завязывая веревки, участливо советовал. «Ты влезь на печку, может, то забросил или под кафедрами поищи». Японец лазил на печку, шарил под кафедрами, обыскивал всю спальню. Лаптей не было. К чаю японец пошел босой. Лапти не нашлись. И после чая на уроках сидел, поджав ноги под себя. И огрызался на шутки ребят. Ногам было холодно. Привыкшие к теплым обмоткам, они с трудом переносили холод. Потом все пошли гулять. А японец остался в школе. Огорченный он слонялся по школе. На лестнице его встретил Викнерсом. Викниксер спускался вниз и что-то мурлыкал. Вдруг он смолк и остановился. Японец поднял голову и урожал. Викниксер грозно глядел на его ноги. Каналия упрямая, гаркнул Викниксер. Ты возьмешь лапти? Японец чуть не заплакал. Я взял, сказал он тихо. У меня их сперли. Чтобы были найдены. А то... И, мурлыкая, Викниксер прошел мимо японца. Скучные дни наступили для японца. Завернули морозы. Здания школы отапливали плохо. И если ребятам в лаптях было сносно, то японцу стало не в терпешь. Разгуливая босиком, он простудился. По ночам он долго не мог согреться. Трясся, как собачонка, и чихал в одеяло. Почая спать товарищем. Ребята ежедневно ходили гулять. А японец сидел в классе, да убегал от Викниксера. Но как он не спасался, Викниксер снова поймал его. Он долго кричал. Тряс японца за шиворот и, наконец, определенно заявил, Чтоб завтра были лапти. Или переведу в пятый разряд. Плохо дело, сказал вечером Пантелеев. Придется покупать лапти. Надо наменять хлеба и завтра дуй искать лапти. А то погибнешь. Пантелеев горячо взялся помогать. Японец собирал вещи для мены. Тетради, книги, карандаши, ремень, циркуль. Пантелеев заготовил несколько объявлений. И, обижав все классы, расклеил их. Ребята внимательно читали. Благотворительный базар состоится в четвертом отделении после ужина. Распродается масса исключительных вещей. По баснословно дешевым ценам. Осмотр до ужина. Реклама сделала свое дело. После ужина на имущество японца нагрянула вся школа и щедро платила хлебом за тетради и карандаши. Хлеба японец собрал фунтов 10. На другой день взял на прокат у первоклассника Кузи его лапти. Японец с мешком хлеба под мышкой двинулся на поиски лаптей. В мешком трестовском магазине обуви было малолюдно. Продавец переставлял коробки, спросил вышедшего японца, что угодно. Мне лапти, сказал японец, небольшой размер. Продавец быстро поднял голову. Что? Переспросил он испуганно. Какие лапти? Небольшой размер. Пошел вон, хулиган. Сердитый закричал продавец, краснея от негодования. Он довел японца до дверей и сам закрыл им. Неудача не огорчила японца. Подумав, он решил, что лапти надо искать в мелких лавках, где продают гвозди, мыло, веревки, колбасу. Но везде над ним смеялись. Нет, молодой человек, таким товаром не торгуем. Обойдя несколько лавок, японец убедился, что лапти купить невозможно. А оставалась одна надежда. На толкучку. Ведь там все можно было найти. Японец заторопился. Уже вечерело. Лапти надо было достать во что бы то ни стало. Иссор ждал его с лаптями. На толкучке японца окружили маклаки. Вырвавшись от них, японец стал бродить в обувных рядах. Там продавали ботинки новые, чиненные, мужские, дамские, большие, малые. Ботинки разных фасонов и размеров лежали горами. Лаптей не было. Японец уже не решался и спрашивать торговцев. Было стыдно. Отчаяние заползало в сердце. Проклятые лапти сыграли плохую шутку. Через час, исколесив всю толкучку, вдоль и поперек, японец окончательно убедился, что лапти найти невозможно. Возможно, словно их и не существовало на земле. Как будто это было нечто дорогое, что с трудом можно было купить в первоклассных ювелирных магазинах. И вот, когда, отчаявшись, он уже решил покинуть толкучку, он увидел лапти. В сторонке от ларьков на ступеньке парадно сидел оборванец. Оборванец скурил, спокойно рассматривая людей, которые ходили взад и вперед. И одной рукой придерживал лежавшую около него каку. А на его ногах были потрепанные, грязные, но самые настоящие лапти. Японец бросился к оборванцу. «Продай!» – захрипел он. Оборванец дрогнул и, выронив папироску, схватился за котомку. «Ну, продай, сколько хочешь!» – забормотал японец, видя, что мужик смотрит на него испуганно. Оборванец оправился, поднял папироску и спросил. «Что продать?» – «Лапти!» – «Продай лапти!» «Ан?» – «Нужда в лаптях?» – усмехнулся недоверчиво оборванец. «Ну, жда!» – сказал японец. «Могу продать!» – «Что дашь?» Японец выдернул мешок с хлебом и показал. «Весь!» – спросил оборванец. «Все еще не веря!» – «Весь!» Оборванец засуетился. «А ну, давай сюда!» Он торопливо высыпал куски в котомку и стал распутывать веревку на ногах. Возился он долго, обрывая многочисленные узлы. Японец, дрожа от нетерпения, следил за ним, чувствуя, как радость заливает сердце. Уже не пугало хмурое лицо Викниксера. Хотелось только поскорее держать лапти в своих руках. «Скорее!» – торопил японец оборванца. Тот кряхтел и добродушно огрызался. «Успеешь!» – «Не на бал ехать!» Вдруг толкучка тревожно загудела. Кто-то крикнул и побежал. И тотчас вся черная масса лоточников сорвалась с места, понеслась в разные стороны. Японец испуганно огляделся. «Облава!» – пронизительно закричал пробегавшая мимо баба с мужиком. Совсем рядом с оловьиной трелью заверещал свист лиционера. Откликнулся другой. И вот вся площадь потонула в тревожных свистках. Сердце дрогнуло у японца. «Скорее!» – крикнул он, оборачиваясь к оборванцу. И чуть не шлепнулся на мостовую. Оборванца на ступеньке не было. Оборванец в одном лапте стрелой мчался по переулку. Второй лапоть болтался у него вместе с котомкой, в которой лежал хлеб японца. «Стой!» – закричал японец, бросаясь за ним. «Стой!» – но оборванец бежал, не оглядываясь. Обгоняя торговок, бежал резво, как лошадь на бегах. Вот он добежал до угла, круто завернул, помахивая котомкой. Лапоть мелькнул в последний раз и исчез за углом. Японец был бы рад, если бы теперь Викниксер наказал его и выдал лапти. Но Викниксер словно забыл о нем. Шли дни, и каждый день был сплошным мучением. Японец похудел, осунулся, перестал заниматься, а по ночам бредил лаптями. Теперь при виде разгуливающих в лаптях ребят его одолевала тошнота. Японец, не скрывая, завидовал ребятам. Им было тепло. Ночью, лежа в кровати, он старался представить себе конец этой истории и не мог. И еще лежа, он подолгу мечтал о лаптях. Выдадут ему новые скрипучие лапки с чистыми портянками, и будет он щеголять. У ребят у всех старые, а у него новые. Но прежде чем он их получит, будет наказание. Сам оттек Викниксер японец не решался. И вдруг мелькнула новая надежда достать лапти. Однажды в перемену к нему подошел купец. Хочешь, один лапоть продам? Недорого. За две тетради. Куда же мне один, спросил удивленный японец. Как хочешь. Купец надулся и отошел. А через несколько минут в коридоре первоотделенцев цапля тоже предложил. Давай свою порцию хлеба. Один лапоть достану. Японец подумал и дал хлеба. Потом побежал к купцу. Неси лапоть, крикнул он, вбегая в класс. Десять тетрадей, хмуро сказал купец, не вставая с парты. Неси, купа. Возбужденно крикнул японец. Десять заплачу. План купца был прост. Отдать японцу, выброшенный когда-то на лестнице, свой лапоть? Мурлыкая он спустился по лестнице в подвал. В подвале было полутемно. Купец достал спички. В этот момент мимо неслышно проскользнула чья-то тень. Купец живо обернулся и поймал тень за рубашку. Вытащив на лестницу упирающегося малыша, повернул его к свету. Это был цапля. А в руке у цапли болтался лапоть. Купец озверел. «Лапти воровать, гад!» Закричал он, выхватывая лапоть к цапле. Цапля заплакал. Треснув его раза два по затылку, купец помчался наверх. Лапоть лежал уже в парте у японца. А довольный купец пересчитывал тетради, когда в класс с громким ревом ворвался цапля. Японец побледнел. «Лапоть! Где лапоть?» Отнял. «Кто?» «Куп?» Простонал цапля. В классе стало тихо. Ребята смотрели с выжиданием на бледного японца. Но японец не закричал, не стал ругаться. С купцом не заплакал. Только лицо его покрылось красными пятнами. Он подошел к окну и, упершись лбом в стекло, долго смотрел на улицу глазами. Потом тихо вышел из класса. Викниксер, сидя у стола, слушал японца. Японец рассказал все о том, как ненавидел лапти, о пропаже, о том, как искал, как бегал на толкучку покупать и не нашел. «Нет лапти», – кончил японец. «Переведите меня в пятый разряд и выдайте лапти. Больше не могу». Викниксер, улыбаясь, взял со стола папироску, закурил и сказал. «Ну что же, это тебе урок. Что касается наказания, то ты уже его получил, а лапти возьми завтра из гардеробной». Утром весь класс знал, что японец получает лапти. Ждали его с нетерпением. И вот он пришел важный и неприступный. С лаптями и свертком тряпок в руках. Торжественно проследовал к своей парте, сел, долго обертывал портянки, потом надел лап, замотал веревки и завязал конь бантиком. Встал, выдвинул ногу, долго любовался ею, в умиление склонил голову на бок, потом, любовно похлопав по онуче, туго, забинтованной веревками, тихо сказал. «Хорошо. Ой, теплые, теплые лапти, теплые, как у вас».